Продолжение следует... Так... Ну что ж... А где же наше прекрасное туалет? А? Отсутствует? Ладно... Начнем с изменения... Без них... Так... Что же мы будем изучать? Как так называется? Теория синтеза Теория синтеза Да... Так... Так вот... Какие же частицы обладают синтеза? Общее название для частиц... Адроны... 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 Это название появилось... Гораздо раньше... Папа... Адроны... Это частицы, которые обладают... Частицы, обладающие сильными взаимодействиями... Ну... Вот... Сначала и они считались элементарными... Так же как... Электроны, которые... Взаимодействия которых изучали... В прошлом семействе... Но потом... Так... Люди... Более убеждались... Что... Что нет... Наверное... Они не элементарные частицы... Адроны... 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 В свою очередь... Делились на... На шприи... Здесь... На мизоны... И барионы... Мизоны... Это... Частицы... С... Целым спином... Барионы... С... И к барионам приписывался барионный заряд, кроме которого была не так уж и ясна, что это такое барионный заряд. Ну вот какая-то метка такая, метка для частицы. А зачем эти метки установили? А для того, чтобы... Как вводили заряды? Вот видно, что какие-то процессы, которые вроде бы синергетические соображения, соображение момента и пульса и так далее, они могут идти, они идут. Для этого наводилось число. Постулировалось, что это число сохраняется. Вот так была барионная, так была в виде иностранных в свое время. Роль в взаимодействии, она... Но она и до сих пор не очень понятна. Хотя... Сейчас, может быть... Важно нам, как частицы взаимодействия между собой. Но сейчас, на современном уровне, все частицы, все адроны состоят из кварков и барионов. Элементарными частицами являются не адроны, а вот кварки и барионы. И, в первую очередь, надо разобраться в классификации адронов. Как адроны строятся из кварков и барионов. Ну, то есть, надо, в первую очередь, понять, сколько же у нас... Про барионы это мы потом начнем говорить. На самом деле, адроны появились тогда, когда появилась динамическая теория сильных взаимодействий. А сначала появилась классификация адронов. Классификация адронов была на основе кварковой модели. Вот была создана кварковая модель адрона. Которая, конечно, развивалась постепенно. Но первоначально эта модель включала всего три сорта кварков. Которые сейчас называются легкими банками. Что это за кварки? Это, как в классе U, D и S. И какими же они характеризуются? Что характеризует? Ну, если мы говорим об обычных частицах, то что их характеризует? Первый же – басцы, наверное. И какие же у них были басцы? Приписывайтесь. Масса. Правда, надо сказать, что понятие «масса» сильно… Понятие «масса», поскольку эти частицы не наблюдаются в прямом виде. То понятие «масса» тоже довольно условно. И различают, вообще говоря, два типа массы. Два типа массы. Вводят понятие «конституентной массы» и «токовой массы». Надо различать вот эти вот массы. Правда, понятие вот этой «конституентной массы» сейчас пользуется все меньше и меньше. Но, тем не менее, и это понятие используется. А на первом этапе развития квадковой модели только эта масса используется. Ну, что такое «конституентной массы»? Это масса та, которую надо дать частиц, вот эти квадки, чтобы как-то из этих квадков построить адроны. Ну и понятно, что, если типичная масса «мизона» какая? Ну, скажем, если говорить о сеноскалярных «мизонах», то там массы, в порядке там… А, скажите, какой легче говорить о «самый легкий» «мизон»? 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 «самый легкий» «мизон»? «пимизон»? «да»? «140 мм» «ну, а «ромизон» уже 780 мм» «ну, поэтому…» «так…» «ну считалось, конечно, что «мизон» состоят из «кварка» и «антикварка» «квартом» приписывался барионный заряд. Есть электрический заряд, есть масса, есть электрический заряд. Ну, в долях протонного заряда. Есть барионный заряд. Барионный заряд всем приписывался. Всем важный. И одна треть. Для чего? Для того, чтобы из трех «квартов» построить барионы. А электроны, конечно, они не имеют природного заряд, и они состоят из «квартов» и «квартов» Конечно, на эту «кварту» есть «квартов» и у них «квартов» и «квартов» и «числа» отличаются знаком. Ну и массы, концентруетные массы, приписывались порядка, я не знаю, 190 в каждом из этих «квартов» Но я повторяю, что это было еще до возникновения квантовой кромогенамики, которая считается сейчас, в настоящее время, теорией, настоящей теорией сильных взаимодействий. И в принципе считается, что в этой теории все можно получить. Все сильные взаимодействия описаны. В принципе. А в реальности это далеко не так, потому что удается описать сильные взаимодействия только тогда, когда они слабыми становятся. Когда можно пользоваться теорией возмущения. А когда можно пользоваться теорией возмущения? Ну, когда заряд соответствующий, вот, скажем, некое соответствие можно провести с электромагнитным, с константой электромагнитного взаимодействия, когда она маленькая константа, когда можно разлагать ряд этой константной связи. А это можно, оказывается, что это можно сделать при больших изменениях риккурса, благодаря такому замечательному свойству квантовой хромодинамики, как асимптотическая свобода. Вот эта вот асимптотическая свобода и сделала квантовой хромодинамики настоящей теорией сильных взаимодействий. Это явление, противоположное тому, которое есть в квантовой электринамике. В квантовой электринамике мы знаем, что есть. Но заряд в чем состоит? В чем состоит эта идея? В том, что заряд на больших расстояниях. Заряд убывает, а когда мы идем на малые расстояния, заряд растет. Заряд растет на малых расстояниях. Малые расстояния отвечают большим передачам импульса. То есть, с ростом передачи импульса заряд растет в квантовой электринамике. В квантовой хромодинамике оказалось, что наоборот. И это как раз соответствует экспериментальным наблюдениям. Вот это и сделала в основном квантовая электринамику. Теория, которая считается истинной теорией сильных взаимодействий. Ну, понятно теперь, что поскольку на малых расстояниях или при больших передачах импульса заряд, то есть, взаимодействие становится маленьким, взаимодействие слабым, и, значит, можно пользоваться теорией возмущений для описания этого взаимодействия. Так что в этой области, в области больших передач, как-то можно получать результаты довольно-таки с помощью простых впечатлений, типа тех, с которыми вы познакомились в квантовой электринамике. Явно больших расстояниях. Этого делать нельзя, и, в общем-то, считается, что, в принципе, можно это делать. Это только в принципе, а технически это неосуществимо. Ну, не знаю, и вряд ли это будет. Это до сих пор не сделано, и вряд ли это будет сделано в обозримом, по крайней мере, в будущем. Ладно, ну это мы несколько отвлеклись от классификации кварков, от классификации адронов. Так вот, значит, почему я это начал говорить? Я вот начал говорить это для того, чтобы сказать, что вот есть квантовая хромодинамика, такая хорошая залога, в которую вкладки входят примерно дальше, как электроны в квантовой электродинамике. Ну, и есть лагранжан, соответственно, квантовая хромодинамика. И в этом лагранжане есть массовые члены для квантов. Ну, понятно, что если мы будем писать лагранжан, то мы будем писать лагранжан таким образом. Ну, что это будет Пси с чертой, вот на свой грант. А здесь У, Д со шляпой. Пси ИТ. Где И, это ИТ со шляпой, минус Л. Или, я вот лучше напишу Ф. Ф это буквально плейвер. Плейвер, или аромат. Вот эти вот сорта кварков. У, Д, С и так далее. А далее я напишу, что там есть у нас далее. У нас есть далее С, есть далее В, и есть далее Т. Ну, на самом деле, зачем я вот провел здесь двойную линию? Конечно, кварки по-разному можно видеть. Вот это вот говорят легкие кварки. Легкие кварки. Что значит легкие? Еще раз говорю. Вот здесь стоит, в Лабиржане стоит масса. 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 Да? Или Апси. Это сумма по-разному. Сумма по-разному. Сумма по-разному. Сумма по-разному. Обязательно. Лабиржане стоит масса. Масса, да? Ну, правда, вы знаете, что масса, которая написана в Лабиржане, это такая фиктивно-дефиктивная масса, да? Это голая масса, которая, голая масса, которая физически не наблюдаемая, конечно, и физическая масса. А для того, чтобы наблюдаемой, является некоторая переномбированная масса. Ну, вопрос переномбировки, опять же, связан с масштабом. На каком масштабе вы проводите переномбировку. Так же, как вот, заряд у нас зависит от расстояния, так же и масса зависит от расстояния. То есть, от того, какие взаимодействия вы включили в определение этой массы. Вот масса тоже зависит от масштаба переномбировки, на котором мы проводим переномбировку. И когда говорят сейчас о массе, вот как, о массе квадров, подразумевает, что мы проводим переномбировки на восстании нескольких гер. И поэтому цифры, которые здесь приводят, ну, они так, они и варьируются, во сколько будут. Невозможно точно определить на самом деле это. Потому что, с одной стороны, мы должны пользоваться, уйти достаточно далеко по квадрате, по передаче импульса. По мостам, на которых мы проводим переномбировку. Для того, чтобы была осмысленная теория возмущений, которую мы проводим переномбировку. Мне теория возмущений как-то непонятно переномбировка теряется. Мы должны, с одной стороны, идти достаточно далеко по передаче импульса, по масштабам, на которых мы проводим переномбировку. А с другой стороны, мы должны как-то не отрываться от реальности. То есть, говорить о тех масштабах, которые близки к нашему адронному миру. Это вот выбирает масштаб нескольких гер, и вот говорят о массах на этом масштабе. На этом массе при этом записывается, нет, у квадрата, пять квадрата, д квадрата, семь квадрата, с квадрата. Ну, порядка, я говорю опять, плюс-минус, ладно, пять, шесть. У вас на декор, больше, чем у квадрата. Здесь 150. Здесь, ну, скажем, один, четыре, пятьдесят. Один четыре на десять третий. Здесь, в квадратах, это какое-то там, ну, скажем, четыре и пять на десять третий. А здесь, в квадратах, сто восемь тысяч, умножить на десять третий. Вот такие обстаны масс. Видно, конечно, что, конечно, эти массы, опять, справедливо называют эти квадраты легкими, потому что дальше уже пошли массы, которые в левую область и дальше. Что позволяет называть эти квадраты легкими? Ну, особенно, вот, убедые квадраты. Вот эти квадраты легкие. И раньше вот так, только о них, когда началась такая квадратная модель, российская квадратная модель, а это начало шестидесятых годов, то только эти квадраты имелись в виду. Первым словом «таквадка» вел Марк, это вообще непонятно, что значит. И вот оно возникло из какой-то там, из какой-то там книжки, там, прикладка для мистера Марка, в общем, какая-то ворона кричала. В общем, это я не знаю, не могу сказать. Этимология этого слова мне не ясна. Но вот так оно спустя не появилось из какой-то художественной квадратуры, а вот сейчас оно так прочно вошло по пехот научный. Вот так. Значит, теперь, конечно, эти барионные числа, у всех у них одинаковые, но кроме барионного числа, еще раньше, шестого-квартовой модели, было введено еще одно число. Странность. Откуда появилось это число? Это число – странность. Как я уже говорил, как появляются квадратовые числа? Вот что-то мы наблюдаем и не понимаем, почему, скажем, невозможен такой, какой-то распад, распад определенного типа. Все же адроны, они нестабильны, все адроны нестабильны, да? За исключением какого адрона? Ну, да? За исключением протона, который, правда, тоже считается, что он нестабильный, но у него уже время жизни, его, впрочем, большое по сравнению даже с временем жизни Вселенной, поэтому, значит, его распад до сих пор не зарегистрировал. Но, в принципе, он тоже считается нестабильным. Так вот, если почему-то какой-то процесс не идет, то колется квадратное число и говорится, вот оно должно сохраняться, это квадратное число. Вот так появилось квадратное число, называемое, странность. Оно было... Откуда оно появилось? Вот были частицы тканей золотой, которые там почему-то не распадали с тканей золотой. Для того, чтобы объяснить вот это вот отсутствие таких распадов, велико вам пришло странность. И вот, ежели написать С странность здесь. Ну, правда, сейчас уже... Так, ежели странность... У этого будет плюс единица странность. И эти частицы не странные. Вот сначала у нас были только... В отродном мире. Только не странные частицы. Которые состоят из двух квадратных. Это не странные частицы. Потом появились частицы с камней золотой, которые обладают странностью. Они, потому что, на современном языке, это потому, что они содержат С-квар. И вот, я сказал, что приписывается вот это вот число странность. Ну, еще можно так сказать. По началу, первоначально. Вот такая связь между электрическим зарядом и эмбрионным зарядом. Вот была такая связь. Электрическим зарядом. Т3 плюс барионный заряд. Ну-ка проверим. Уполняется это барионный заряд? Эта связь между электрическим зарядом не написал. Это две трети. Это минус одна третья. Это минус одна третья. Это две трети. Это минус одна третья. Это две трети. Так. Ну, вот я вот здесь провел опять. Паркет провел живную черту. Что оно означает? Что теперь, на самом деле, кварки делят по поколениям. Говорят, то вот это вот одно поколение кварков. Вот это другое поколение кварков. И это третье поколение кварков. Это второе поколение, первое, второе, третье поколение кварков. Почему их делят по поколению? Поколение выступает в относительно слабых взаимодействиях. Они... Это поколение аналогично этому и этому. Это некие копии относительно слабых взаимодействий. Ну, видно, что относительно наших вариантов тоже было здесь есть. Медрить, минус одна третья. Медрить, минус одна третья. То же самое. Значит так. Так еще говорят. На поколениях кварков. Есть три поколения кварков. Ну, повторяю первоначально. Вот у нас было только У и Д в арке. И была вот такая формула. Для них видно, что она выполняется, да? Я говорю, а, правда, я еще не определил, что такое... Изоспи. Да. Изоспи. Вот. Откуда появилось понятие изоспи? Изоспи. Было замечено, что относительно сильных взаимодействий, протон и нейтрон, они ведут одинаково себя. Одинаковыми свойствами обладают относительно сильных взаимодействий. То есть, есть некая симметрия. Симметрия. Ну, значит, симметрия... Как это? Как... Как описывается какая-то симметрия? Мы говорим, что в квантовой механике, или в целом и поле, как описывается симметрия? Мы говорим, что есть группа преобразований, которая оставляет из вариантов Кабинтониан и Роджао, да? Группа преобразований. И что это группа преобразований? Что была, значит, на старом, на языке агронов. Это симметрия между протоном и нейтроном. И она так же формулировалась раньше. Ну, а на квантовой языке это симметрия относительно У и Д квантов. Вот у них заряды разные. Ясно, что они по-разному ведут себя относительно электромагнитных взаимодействий. Но относительно сильных взаимодействий... Относительно сильных взаимодействий... Правда, если вот надо сильные взаимодействия еще определить, мы должны еще написать взаимодействие сюда. Но я пока не буду писать. Хотя можно и написать, может быть, сразу. Написать взаимодействие в том, что... Вести У и Рожан в квантовой хромодинамики сразу. Тем более, что он вводится, совершенно аналогично тому, как вводился У и Рожан в... У и Рожан в квантовой хромодинамики. На столе... Какой принцип? Введение взаимодействия. Это калибровочный принцип. Правда, мы тут должны... Вот я здесь говорил... Это у нас сумма по флейверу, да? Сумма по флейверу. Здесь. А взаимодействие... Оно не зависит от флейвера. Взаимодействие. Все флейверы обладают одним и тем же взаимодействием. Поэтому, когда говорить будем о флейверах, то достаточно рассмотреть в этой сумме 11 лет, чтобы не писать лишний индекс. Можно потом и написать, и его восстановить, но... Ну, пока... Давайте вот начнем с одного флейвера. Напишем только... Всей сертой. Здесь, значит, ICD и РУСН. Да? Ну и что же... Как же мы ведем взаимодействие? Каков принцип? Мы говорим, что взаимодействие... Теория взаимодействия. Это калибровочная теория. Калибровочная теория. А что означает калибровочная теория? Это означает, что мы симметрию... Вот здесь у нас есть симметрия вот этого алкограншала. Симметрия относительно прямо вот так. И ПСИ переходит в... Есть степени... И... Я не знаю... Если ПСИ это просто... Это просто... Конечно, ПСИ это есть четырехкомпонентный дираковский спинор. Да? Четырехкомпонентный дираковский спинор. Но мы будем забывать, что это спинор. Не выписывать все его четыре компонента, да? И если это вот, скажем, для... Если бы это был электрон... Если бы ПСИ это описывалось... Электрон ПСИ это... Электролиатом... Электролиатом... Описывал... Ну, в фантливе теории более электролиатом, конечно... Если бы он описывал рождение и уничтожение электронов и позитронов, то... Лоберншал был бы... Вот этот Лоберншал... Он был бы в варианте относительно... Преобразований Е в степени ИФИС... ПОЧТИ, как вы помните, да? Есть такая невариантность. А... Есть и варианты относительно преобразований с ФИС... С фазой. Это преобразование называется калибровочным. Значит... Лоберншал был бы в варианте относительно глобальных калибровочных преобразований. То есть с ФИС, вот с этой фазой, не зависящей от координата, от точек пространства. Теперь, мы говорим, что мы вводим взаимодействие так... Требуем, чтобы... Лоберншал был бы в варианте относительно преобразований... С зависящей от координат фазы. Тогда... Это можно сделать, видя только какое-то векторное поле. Которое взаимодействует с этим... С нашим полем. И... Так мы вводили... Взаимодействие в электронном. Здесь же, в чем отличие? Отличие... Патру и хромодинами. Смотрите... Мы рассматриваем один флевер. Но для всех флеверов взаимодействие вводится одинаково. Для всех флеверов. Масса могут быть трансовых флеверов. А взаимодействие одинаково вводится. Но как при этом считается... Что каждый флевер... Каждый флевер... Это не обычный ираковский спинор. Вот это же вот. Для каждого флевера Си. Это трехкомпонентно еще... Трехкомпонентно... Имеет три компонента еще. Которые, говорят, отличаются цветом. Да? Есть еще... Кроме флевера... Есть еще... Цвет укладов. Вот то, что там табличка написано. Это вот флеверная табличка. Ну, каждый из этих вот... Каждый из этих вот... Каждый из них парня... Имеет еще три цвета. Он может находиться в трехцветовых состояниях. В трехцветовых состояниях. Да? Ну... Откуда появился цвет? Почему? Его надо было вводить. Мы это поговорили. Я надеюсь, сегодня успеем поговорить об этом. А... А... Ну вот... Считается, что... Пси... Это трехкомпонентная еще величина. Я еще раз повторяю. Что это четырехкомпонентная величина. По гираковскому. Да? Вот. Это четырехкомпоненты гираковской спины. Но каждая компонента имеет еще три... Эээ... На самом деле, это... Не трех... Не четырехкомпоненты. А двенадцати компоненты спины. Да? Три... Три... Три цвета у него. И четыре гираковских компонента. Ну, я повторяю, что... Про гираковские компоненты... Гираковские компоненты... Конечно, вот здесь стоит гамма-матокис. Поэтому ясно, что это не гираковские компоненты. Да? Эээ... И... Видно, что... Есть и варианты... Относительно преобразований... Эээ... Не таких, а... Относительно преобразований... И, понятно... Вот такие... У. У это матрица. Унитарная матрица. Относительно таких преобразований. Унитарная матрица, которая не зависит от координат. Почему требуется не зависит от координат? Потому что производная, чтобы она на нее не ездила. И эта унитарная матрица, это единичная матрица в дираковском пространстве, но унитарная матрица в световом пространстве. Ну, тогда понятно, что если здесь так преобразуется, что Пси чертой преобразуется в Пси чертой на У-крест. Пси чертой на У-крест. Повторяю, что здесь на Пси чертой на гамма ноль мы его умножали, но это единичная матрица в дираковском пространстве. Пси чертой на У-крест на У, ежели укрест на У равно единице, а это означает унитарность матрицы, то у нас и Логрежанова реальность. Дальше. Ну, совокупность таких матриц, они образуют в представлении группы СУ-3, ежели это Пси трехкомпонентная матрица светового пространства, это матрица три на три, это группа У-3. Ну, здесь есть ясно, что эта группа распадается на группу просто У-1 и группу СУ-3. Группа У-1, она, в общем, никакого отношения к классификации ангрозов и никакого отношения к задействию, к сильному она не имеет. И, значит, рассматривается вот группа СУ-3. Это группа улитарных, улеводулярных матриц три на три. Ну, еще, правда, здесь пишется С. С, может и так писать, а может и так. С, означает световой, color, световая симметрия. Честно говоря, Шан, он обладает у нас световой симметрией. Эта симметрия была ремкостью относительно таких преобразований. Но пока мы говорим о глобальных преобразованиях. Теперь... Теперь... Калибровочная теория требует, чтобы у локуса были варианты относительно локальных преобразований. Так вот, мы будем говорить, что вот эти вот... Эта матрица — это улитарные улеводулярные матрицы, которая отличает представление С-3 цветового. И мы потребуем, чтобы у нас был удержанный вариант. Но для этого нам надо, как вы помните, удлинить производку. Удлинить производку. Ввести еще векторное коле. Мы должны вместо этого D на шляпе написать D большое. А D большое — написать D большое. Что означает здесь шляпа? Это есть... Ладно, без шляпы. Это есть по определению... D'Nu G'Nu G'Nu — это ираковские матрицы. Теперь, что такое теперь... Как мы должны определить D'Nu G'Nu 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 И вот в рекординамике, я же не вы помните, мы вводили d и d минус ea. d плюс и e амин. А здесь мы берем так и g амин тоже. Ну поставим здесь амин. Так и ведем амин. Но ведем в рекординамике амин. Для каждого амин это было поле, просто одно поле. А здесь, поскольку у нас u это матрица, то и амин тоже матрица. Тоже матрица должна быть, чтобы естественная реальность Лавеншана. Амин должен быть тоже матрица. Ну и если мы введем генераторы преобразования, так чтобы записать эту матрицу. Это какая-то матрица или матрица. Но чтобы потенциализовать эту матрицу, давайте введем генераторы преобразования вот этой группы SU3. Как можно это определить? Можно так определить, что u это матрица, что u это преобразование. Это есть не в степени. Здесь b, d, a на d, d, a. d, d это параметр преобразования, а t это генераторы преобразования. Это матрица 3 на 3. И сколько нужно матриц для того, чтобы характеризовать преобразования? Ну, сами понимаете, что всего у нас матрицных элементов в группе. Матрица это 3 на 3. Сколько матрицных элементов? 3 на 9 матрицных элементов. Значит, вообще говоря, как что, если бы это была просто матрица, то это была... Мы должны были... Матрица группы U3. Мы должны были ввести 9 здесь этих генераторов. Но это у нас унимодулярная. То есть, то, что эти вот генераторы, это... Ну, это аналог матриц Паули. Матриц Паули, которые являются генераторами в группе S2. В группе S2 у нас есть 3 матрицы Паули. Откуда возникает число 3? 3 это ла умножить на 2 минус единица. Почему? Почему 2 на 2 минус единица? А потому что всего 4. У нас независимых элементов, да? В группе... В матрице 2 на 2. Но! Мы требуем, чтобы у нас группа преобразований была унимодулярна. То есть... Это может быть одно ограничение ещё. То есть, вот эти матрицы должны быть... Что нам обеспечит... Что нам обеспечит... Вот эти матрицы должны быть улетанты и унимодулярны. Что может обеспечить улетантность? Ну, давайте напишем укрест. Тогда это будет укрест. Это, конечно, будет укрест. Что уже равно... Там же на экспоненту. Но здесь будет минус единица. ТА крест. Да? И на ТТА. ТТА это параметр преобразования. Они нечисленные. И, значит, улетантность обеспечивается, если ТА равно ТА крест. Да? Значит, эти матрицы должны быть... Матрицы должны быть эрмитовые. Ну, точно так же, как эрмитовые матрицы Паули. Но... А что обеспечит у нас унимодулярность? То есть, модуль должен быть равен единице. Это обеспечит бесшпоровость этих матриц. То есть, эти матрицы должны быть эрмитовские и бесшпоровые. Ну, вот эти ограничения... Бесшпоровость, это и есть там вот минус единица, о котором я говорил. БесшпYAN матрицы это будет... Ну, если мы говорим о группе СУН, это матрица. n квадрат минус один. Число генераторов R квадрат m, это группы СУНС, часто вместо группы Су-тридця пишут вот так. В общем виде пишут с, вместо трёх пишут n И тогда это число генераторов, это есть НС в квадрате, НС число цветов, минус один. Вот в данном режиме говорим о гружбе Су-3, цветовой Т, значит, восемь генераторов в кругу. И, значит, вот восемь генераторов в кругу. И вот эту амюн, можно расложить эту матрицу. Можно расложить по этим матрицам ТА. Что касается явного выбора этих матриц. Выбирать можно по-разному. Вы понимаете, что это выбор матрицы, да есть выбор матриц-пауэр. Он зависит от представления, от выбора базис. И поэтому он неоднозначен. Но что требуется для этих генераторов, это выполнение функционных соотношений. Что функционные соотношения, значит, в грудке Су-2. В грудке Су-2 у нас для Су-2 я написал. Для Су-2. Что такое ТА? Это есть ТАу-А пополам. Вот такая будет амнировка. Вы понимаете, что амнировка, конечно, это тоже амнировка. Это тоже дело условное. Вот мы могли бы, естественно, описать не ТА, но по-другому перепределить параметры кремно-замятым. Это яснилась бы амнировка. Это условное дело. Но здесь можно так. Для группы Су-2. Вот матрица ТАу пополам, это как раз, что такое? Это операторы спина. Операторы проекции спина. Ну вот такая и выбирается амнировка для этих генераторов. Ну, они совпадали с операторами проекции спина, а это для группы Су-2. А для группы Су-3, я не знаю, можно назвать гиперспин или что угодно. Как угодно. При этом функционные соотношения для этих матриц выполняются. ТА-ТВ, ТА-ТВ, коммутационная соотношения, коммутантра, равно ИФАВЦ, ТЦ. Вот такие вот коммутационные соотношения характеризуют группу. Для ФАВЦ это гипетензер. Абсолютно антисиметричный, ну, то есть антисиметрия его по индексам А и В она очередна. Но он абсолютно антисиметричный тенсор. Абсолютно антисиметричный тенсор. И это легко доказать. В качестве упражнения вы можете это использовать. Так вот, это абсолютно антисиметричный тенсор. И для группы Су-2, поскольку здесь индексы АВЦ пробегают в твердых значениях от 1 до 3, он фиксирован однозначно. Это эпсила АВЦ. Эпсила Абсолютно. Ну, тенсор, который, как ее называете? Величний тенсор. Величний тенсор. Ну, вот этот тенсор. Для группы Су-3, да? АВЦ они пробегают значения от 1 до 8? От 1 до 8. ДАНЦ квадрат минус 1. Да. ДАНЦ квадрат минус 1. Вот этот, значит, для группы Су-3, Су-2, я говорю, это просто эпсила, однозначно фиксирован. Для группы Су-3, это, в общем, выбор этого эфа, опять же, он неоднозначит. Да и нас не будут интересовать. Явный вид вот этих эф, он нам не понадобится, насколько я помню. Надо только знать, что это абсолютно антисиметричный тенсор. Да и все. И еще можно его свойства знать. Вы в качестве упражнения можете вывести такое свойство, что ВФ, А, Б, А и ЖИ, Вы пишите, что не ЖИ, наверх В, ВФ и ВРЫВ, вот свертка, это еф, но это и ЖИ. Нравится? Вот такое есть свойство. Ну-ка, давайте проверим для эпсила. Что это будет для эпсила? Это, фу, то, что я написал. И вы смотрите на меня. Что это будет для эпсила? Да? Выполняется это для эпсила? А? Ну, тогда если я положил двойки, да? Ну, тогда это выполняется. Эпсилон А и ЖИ, Эпсилон В, ЖИ, два ЭТА В. Да? Вот так. Ну, вы уже видите, можете это доказать. Так вот, теперь, вот это матрица, это матрица? Это матрица АНЮ. Как же она пишется у вас, матрица АНЮ? А матрица АНЮ пишется так, что это есть АНЮ А, АНЮ А, О, АТА матрица АНЮ. В отличие от электродинами, где это было только одно число, для каждого компонента вектор, для каждого компонента НЮ, это одно число было, теперь это не одно, а набор чисел, с синтексом А. Опять же, сколько синтекс А значение пробегает? Восемь. Восемь. Восемь, да? Восемь. То есть, вместо одного электромагнитного поля, вводим восемь глиотных полей. Это глиотные поля. АНЮ. АНЮ А. Глиотные поля. А почему восемь? Ну, оказывается, их достаточно, чтобы обеспечить вариант вот этого вот вот этого вот оранжаана. Здесь я пишу Д' Что такое Д'? Д' Это есть Д' 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 Да? Или А' А А здесь Д' А. Вот так. Вот что такое штриховано. Сумы же, когда проводят преобразование, вы должны преобразовывать не только в си, но и преобразовывать И вот это вот поле, значит, там же это поле, да? И, значит, ну, значит, я напишу, а здесь напишу У, а здесь напишу ПСИ. Вот этот преобразованный гранжан. И что же нам обеспечит его инвариантность в гранжанах? Понятно, что член массовый, он, конечно, будет нереантен, а нам нужно, чтобы, значит, было укрест. И, опять, эта матрица будет единичная матрица в Ираковском пространстве, поэтому я здесь, здесь ещё, здесь со шляпой, со шляпой это всё-таки с... А, тест? Не надо. Я так напишу. Что это такое? Это на гамма-нюм важно, да? Ну, через гамма-ню это пространствоится вот это вот У, потому что это не единичная матрица в Ираковском пространстве. И, конечно, нам нужно просто, для варианта своего инварианта, нам нужно, чтобы д-мюм плюс Пи-Ж-А-нюм таких... Ну, пока я не пишу матрицу, да? На У было равно д-мюм плюс Пи-Ж-А-нюм. Вот что нужно для инвариантасти. И, значит, это означает... Давайте... Что я сделаю? Ну, умножу на... здесь на У и на укрест. Умножу справа на... слева на У, а справа на... И вот что я получу, да? Что я получу? Теперь вот это д-мюм у меня действует сюда и дальше. То, что дальше сокращается с этим д-мюм, и я получаю... Таким образом преобразование для... для А-мюм, нежели к Си. Вот так вот преобразуется, что А-мюм преобразуется в А-мюм, переходит, значит, в А-мюм, которое есть... Чему равно А-мюм... это есть у на мю на у в минус д в плюс единица на и ж Here мы PlayStation D плюс единица на и ж , а здесь стоит U D мю у welcome i Ход в таком сотруде образования DA Да, U не зависит от координат для время У не зависит от координатного времени. У меня логрежан был... Если бы У не зависело от координатного времени, то тогда логрежан инвариантен вот этот логрежан. И без всякого удлинения он логрежан. Я, когда взаимодействие я ввожу таким образом, что я требую, чтобы логрежан обладал локальной или прочной инвариантностью. Чтобы угол инвариантен относительно преобразований зависящих от координат, зависящих. И в этом не определяет взаимодействие. Понимаете? Вот так строится калибровочная периодия. Вот, значит. Ну видно, если мы посмотрим бесконечно малые преобразования, да? Когда вот... Т-то маленький. Ну можно посмотреть, как вы выживете эти преобразования, да? Но... Можно посмотреть... Ну, можете и сами посмотреть. Ясно, что... Значит... Вернемся опять к электродинамике. Что тогда? Это у нас просто никакие не матрицы, да? Это просто... Е в степени Ефи, да? Здесь они сокращаются. Здесь мы получаем... Амю переходит к амю, плюс вот это вот удлинение производное. Удлинение производное. Ну... Ну, обычное калибровочное преобразование для поля. Здесь стоит... Амю переходит к амю, плюс градиент Фи, да? Да и не Фи, потому что У в минус первое. Если У... У равно просто Е в степени Ефи, то тогда У в минус первое Е в степени минус Ефи. Или производное... Дает производную по Фи и сокращается. И потом... Этот член переходит просто... Во что он переходит? В... Минус... Дэймю Фи. Вот так. Минус Дэймю Фи на Ж. И это сокращается, а Ж сокращается и остается. Ну, это обычное калибровочное преобразование для электромагментового поля. Здесь у нас У просто матрица. Не матрица, а... Матрица 1 на 1. Да? Число это матрица 1 на 1, правильно? Ну вот. А у нас матрица 3 на 3. Поэтому там в общем виде невозможно записать вот этот вот... Эту производную. Только... Бесконечно мало тебя бывает может написать. Но я не хочу этого делать. Сами можете написать. Вот факт тот, что вот у нас таким образом вводится взаимодействие. Вот что такое Д. Д... Вот это Д. Вот это А. Восемь... По гель-клевонных. И так там у нас в Вавильджан... В Вавильджан... Инвариант относительно преобразований. В совокутности вот таких преобразований. Но кроме этого, в 그렇ом у нас лабиражан гель-клевонного поля взаимодействия с глионным. А мы должны ввести ещё и лабиражан гель-клевонного поля. Да? Лабиражан гель-клевонного поля. Ну как вводится лабиражан гель-клевонного поля? Нам нужно... Ввести... Опять же, его нужно ввести так, чтобы он был инорителен относительно... В поле А это у нас преобразуется теперь, да? И так я говорю сложным образом, и нам нужно ввести так, чтобы эту жангу империальной преобразований. И это делается точно так же, как в электродинамике опять же. Мы должны сами на полях, это не сложно преобразоваться, сами полях, а мы должны перейти к напряжённостям полей. Построить напряжённости полей, которые в электродинамике это просто было дмю амю минус дмю амю, да? А здесь, конечно, напряжённости полей будут выглядеть по-другому, посложнее. А как можно написать напряжённости полей? Напряжённости полей можно написать, вот используя то, что дмю преобразуется просто, да? Мы же видим, что как преобразуются дмю? Вот у нас, это же у нас, а вот я написал, д штрих мю, д штрих мю. Вот оно всему равно, а это равно, это равно у на дмю амю минус 1. Вот так преобразуется удлинённая производная эта. Как я написал, то, что здесь было написано. И точно так же, как в электродинамике, мы можем построить поле, ну я бы зову него теперь джемю, которую я так назову, что это единица перед нами жил, а здесь дмю коммутатором. Это я в электродинамике точно так же могла сделать, написать коммутатор. Но, когда я выясняю коммутатор, то что же у меня имеется? Вот видите, вот в расставляющей дмю, да? Ясно, что у меня получится дмю амю минус дмю амю, да? Умножу на дмю и возьму коммутатор. Ясно, дмю дмю коммутирует. Ну вот дмю амю не коммутирует, но производная получается. Но есть еще, в отличие от электродинамики, здесь есть еще член, потому что амадринса. Амадринса. И это член плюс и же. А здесь стоит амю. Амю коммутатор. Вот это вот основное отличие. Вот это основное отличие. Как выражается жеменюм через... То есть напряженность полей, как выражается через поля. Это член полностью аналогичен в фантовой эксперименте. А вот это новый член, который... Что он показывает? Он показывает, что глюоны сами по себе обладают зарядом. Да? И взаимодействием. Это же член взаимодействия уже глюонов. Правильно? Ну и понятно, ясно, что глюоны обладают зарядом. Из-за того, что это не амюль у тебя. Вот у них из-за этого есть заряд, потому что они обладают тоже взаимодействием. Это все можно расписать через... Опять же, это же матрица. Это матрица, да? И она тоже разлагается по матрицам Та. Давайте воспользуемся... Мы знаем всего, как амюль патрица, как выражается... Как пишется разложением через Та. А вот этот вот коммутатор... Мы можем воспользоваться этой формулой для коммутатора и написать... Уже перейти от матриц к компонентам глюонного поля. И видим, что компоненты глюонного поля... Глюонного поля... Глючена плак Tab głosさん Глюонного поля по повышению 2 Глюоного поля по повышения star А, В, С. А, Ню, В. А, Ню, С. Вот так вот. Вот как у нас выглядит уже в компонентах дензонатряженности глиотного поля. Ну и всё. Построили дензонатряженности, а дальше уже для лагринжантов что мы должны написать? –1 квадрата. Ж, Ню, А в квадрате. Вот и лагринжан построили. Вот построили дружан фантового динамика. Для одного флевера. Как я уже говорил, считается, что взаимодействие от флевера не зависит. Что мы должны делать? Написать здесь флеверный индекс, здесь написать флеверный индекс, здесь написать флеверный индекс. И здесь слуха по флеверному существует. А этот член от флевера не зависит совершенно. Вот это полный лагринжан флантовой хромодинамики. Да. Всё. Видим, что, значит, у нас взаимодействие флеверный индекс не зависит от флеверов. И всё, что нарушает флеверную симметрию – это масса. Ну, конечно, кроме этого взаимодействия. Есть ещё электромагнитное взаимодействие, которое, конечно, тоже нарушает флеверную симметрию, потому что зарядка вот здесь есть. Электромагнитный заряд – это масса. Но мы сейчас рассматриваем. Ну, а кроме того, есть ещё слабое взаимодействие, которое ещё сильнее нарушает флеверную симметрию. Да? Ну, мы сейчас рассматриваем теорию 70. Не забывать, конечно, есть ещё. Кроме этого сильно есть слабое электромагнитное и слабое. Ну, пока, вот, написано, рассматриваем теорию 70, и вот у нас лагринжан. Да? А вот же минимум А в квадрате. Вы подразумеваете, что по А тоже суммирование идёт? А как? А как? Ну, а как же? Лагринжан. Лагринжан должен быть скаляром, да? Скаляром должен. Ну, а что ж тогда? А куда же индексас прячешь? Если А индексами? Нет, ну, просто вы вначале вводили же Мю без всякого индекса А. Без всякого индекса, потому что это магринжка. Ну, да. Я вводил без всякого индекса. Вот я ангел вводил без всякого индекса. Вот так, да? Да. Это магринж, который вот так вот написано. Вы можете написать это так, что вы же понимаете, что вот такая нормировка, да? Нормировка. Это у нас есть, значит, соотношение, коммуникационное соотношение, коммуникационное соотношение. Ну, и здесь они записаны с ФАБЦ, да? С ФАБЦ, которую я не определил. Но скажем, если мы говорим, что в группе СУ-2 аналогом ФАБЦ является Эпсилон АБЦ, да? Да ясно, что тогда нормировка-то определённо фиксирована. Нормировка. Видите, это даже нелинейное соотношение, да? Нелинейное соотношение. Поэтому нормировка всегда. Это записано в определённой нормировке. Какая нормировка при этом подразумевается? Нормировка подразумевается такая, что... Шпур ТАТВ, как я ничуть? Трэкс, писающий или как писать? ТАТВ равно ДТВ, да? Шпур ТАТВ, делить, на что? Пополам, столь, или... Ребята? Да. Это РБ пополам? Да? Такая формировка подразумевается. Да, вот так. Вот так. Ну и поэтому я вот этот след, вот этот след, я могу переписать по-другому. По-другому переписать через матрицу, да, могу переписать так, что это есть То есть, минус одна вторая, трейс, нажим и бон. Правильно? Потому что трейс даст мне еще одну вторую. Да. Вот, например, там такие протокинальники. Повторяю, что он не зависит у нас от... Взаимодействия не зависит от флеверов, и то, что нарушает симметрию флеверного, это вот только бас. Ну и, конечно, наибольшая симметрия, это вот здесь, в этом секторе, в этом секторе. Это вот, значит, легкие кларки. Ну, можно считать, что есть симметрия и между всеми легкими кларками. Я повторяю, почему? Потому что, ну, 150 это тоже не так много, да? Масса 150 это не так много, да? По сравнению с отронной массой можно считать, что есть симметрия вот в этом полном секторе. Эта вот симметрия называется СУ3 симметрия. Но другое СУ3, флеверная СУ3, да? Флеверная. Заметьте, вот эта вот световая симметрия, световая симметрия, она абсолютно не нарушена, да? Это точная симметрия, световая симметрия, точная. Ну, она необходима точная симметрия для того, чтобы... Точная симметрия, не нарушенная симметрия. То есть световая симметрия не нарушена. Это вы должны себе на носу зарубить. А вот флеверная, она нарушена. С самого начала масса не нарушена, вот флеверная симметрия, да? Ну, поскольку масса в памятке, можно считать, что она приближенно есть симметрия. Вот, приближенно есть. И, значит, приближенно можно извлекать следствие из этой симметрии. Ну, как приближенно сказать? Сначала считать, что симметрия точная, да? А потом уже вводить какие-то нарушения, если это нужно. Так вот, давайте же посмотрим, как с точки зрения вот этих симметрий... Эта симметрия называется СУ3-флеверной симметрии, а эта симметрия называется эстетической симметрией. СУ2-флеверной. Эстетическая симметрия, группа эстетическая симметрия, это группа СУ2. И эта группа вам хорошо известна. Это группа... Ну, та, которая была в квантомеханике, да? Вот там. Это не совсем то, что группа О3, группа вращений, а СУ2, как вы, наверное, вам по теории группы говорили, что группа СУ2, она не совсем эквивалентна группе О3. Она является универсальной накрывающейся группой О3. Но для нас это, в общем, можно считать, что нет разницы между группой СУ2 и группой О3, а группой вращений есть. Вот. И вы ее хорошо знаете, эту группу. Вот. Но тем не менее, что мы можем сказать? Так. Ну, наверное, это я все закру. Для чего я все это говорю? Для того, чтобы вам показать, чтобы не быть таким голословным, что вот стильное взаимодействие, вернее, симметрия, флеверная симметрия нарушает столько массы. Вот он. Явно я написал весь Лагранжан. Это весь Лагранжан квантовой громодинамики. И видно, что верхняя масса одинаковая. То флеверная симметрия абсолютно есть. Но флеверная симметрия, конечно, здесь мы говорим еще одна существенная вещь, когда мы говорим о группе СУ3 следовой. То мы говорим о группе преобразований в зависящих. О группе локальных преобразований. В локальных преобразовании. Только у нас эти вот качества, они могут меняться от точки к точке. А когда мы говорим о флеверном симметрии, мы говорим только о глобальных преобразований. Ну, для того, чтобы сделать, видите, для того, чтобы сделать благорожадный вариант относительно локальных преобразований, нам потребовалось вводить поля новые. Для плейновой группы ничего такого нет, ни о каких полях. Речь уже нет в новых полях, это нам понадобилось какие-то еще поля вводить, другие. Соответствующие уже в лейновной группе. Ничего подобного и в лейновной группе нет. А в лейновной группе рассматривается только глобальное преобразование, то есть независимое от точек пространства, времени. Вот. И дальше. Так же нам надо как-то разобраться с представлениями группы СУ2, эскадрической группы и флеверной группы СУ3. Значит, дальше мы будем говорить только о флеверной группе, о флеверных группах СУ2 и СУ3. Поэтому я этот флеверный вариант стираю. И будем разбираться с представлением групп и с теми следствиями, которые можно извлекать из инвариантности или приближенной инвариантности. Водрожанно относительно с неприятностью относительно преобразования. Глобально, так же, реально. Так вот. Ну, что касается группы СУ2, то это, в общем-то, вы с ней уже были на помощь, на каком-то механике и на семинаре уже обсуждали эту группу, эстетическую группу. Другое дело, что она называется эстетическую группу, и это матриц СИГМА, которые использовались в квантовом механике для спина. Здесь говорится о матрицах ТАУ, которые просто равны этим матрицам. Только другой буквы обозначаются, потому что они исторически так сложились, потому что они считаются, что матриц СИГМА действует в пространстве спинов, обычных спинов. А эти матрицы действуют в пространстве эстетических спинов. Но это матрицы те же самые, в той же форме. То есть ТАУ 3. Это есть ТАУ 3. Какая матрица ТАУ 3? Ну? 1-1-0-0, да? ТАУ 2. Это есть. Какая матрица? 0-1-0. Вот эти матрицы, конечно, вы знаете прекрасно. Преобразования группы пишутся как У. Вот я использую чужую букву У. Да? Ну? Ну, что бы мне делать? Буквов мало, а понятий немного. Так они пишутся как Е степени И. ТА. 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 В той же форме я напишу. Ну, только тетка теперь, если я говорю о группе СУ-2, а из-за спиновой группы, то тетка пробегает значение от 1 до 3, а ТА. 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 Разно. ТАУ 1-2-1. Ну, такая принята нормировка. Вообще, это, конечно, вопрос умышления. Ну, давайте вот так уж со мной согласитесь. Что вот, давайте в такой номерной лодке работать. Вот. Это группа преобразований. То есть, любое состояние. Любое состояние квадров. Я пока говорю только вот об этих квадров. У и Д. Любое состояние можно записать как Альфа на У плюс БТ на Д. Правильно? Любое состояние квадров можно записать таким образом. Это состояние образований в полной ногой. Это состояние с проекцией из-за спина. Плюс 1-2. Это состояние с проекцией минус 1-2. Да? Это происходное состояние. Значит, если я беру Альфу БТ, то я обозначу, ну, я лучше обозначу таким. ФИ. Я так напишу. Так лучше перепишу я таким образом. Это есть ФИ. Пussa Тт на Q и Д. video positive ситуация é HtaA на Q и D. Где, Q1 это есть Q, Q2 это есть D. Это квадровское состояние. Квадковское состояние собственно состояние оператора T3. А Фи это Фи-1, это А, Фи-2, это Б. И вот это два числа. Они называются, набор этих двух чисел, называются, как же он называется? Контровариантом Спинора он называется. Контровариантом Спинора он называется. И преобразуется он так в Софии и Альфа. Ну, лучше писать Альфа лучше, чем Альфа. Ну, потому что вот эти буквы, это буквы греческого Алфаврита, а те латинского. Буквы латинского алфавита используются для назначения вектор. Вот, например, я писал А, μ, А. А буквы греческого для Спинора? Ну, так договоримся, что ли. Это, в общем-то, будет мне необычно. Так вот, Фи-Альфа преобразуется Фи-шпик-Альфа, который у Альфа-бета на Фи-бета. Где У, вот это такая матрица. Вот это закон преобразования контроварианта Спинора. Понятно, что у нас, кроме контровариантов, у нас же есть кроме кваркового состояния преобразования, есть еще антикварковое состояние. Да, мы тоже должны как-то с ними научиться антикварковыми состояниями. Так вот, антикварков это. То есть, мы можем ввести для антикварков. Для антикварков мы можем ввести, значит, для антикварков любое состояние можно произвести таким, так написать, как Фи-Альфа с нижним индексом. А здесь, с нижним индексом, значение я нижним индексом скажу, а здесь написать КУ, КУ-ширтой, АТИКВАК. Здесь, ну, антикварк это КУ-ширтой 1, КУ-ширтой 1 это КУ-ширтой 2 это Д-ширтой, да? И вот это любое состояние антикварка. Так, вообще, поскольку антикварк, ну, вот в теории Коля мы вводим Пси, если вводим оператор Пси. Он пишет этот оператор Пси совершенно содержит оператор Пси. Он содержит А., оператор уничтожения для КВАК, и оператор рождения для антикварка. То есть, оператор, ну, скажем, будем говорить об операторах уничтожения, для кварка он входит Пси, а для антикварка он входит в Пси-с чердой. Поэтому Пси и антифакт преобразуются с помощью матрицы У, то Пси-сиртой преобразуются с помощью матрицы У креста, с помощью запряженной матрицы. Закон преобразований для них будет другой. Закон преобразований для них будет другой. Закон преобразований у них другой. И поэтому они называются спинорами ковариантных спинор. Вот есть у нас полу-вариантные спиноры и контр-вариантные спинор. Это вообще разные спиноры. Но в группе путь разный, но преобразований. Но на самом деле в группе СУ-2 можно свести один из спиноров к другому. Почему это можно сделать? В группе СУ-2. Да нет. Для группы СУ-3 это будет уже неправильно. Почему это можно сделать для группы СУ-2? Для группы СУ-2 это можно сделать потому что? Ну можно по-разному говорить. Вот у нас есть матрица, скажем, У, да? У матрица. А есть матрица У крест. Которая есть в степени минус И, ТА, ТА. Ну чем они отличаются? Только вот эти степени, потому что эти Т, они эрмитовские матрицы. Проводим операцию эрмитовского сопряжения. Здесь там меняется. А Т-крест равно Т. Это вот такой у крест. И если ФИ преобразованный с помощью матрицы У, то вот ФИ, контр-вариантная. Преобразованный с помощью матрицы У, то кол-вариантный с помощью матрицы У креста. Но эти матрицы, может, можно перейти к другому базису, и эта матрица совпадет с этой матрицей. То есть, может, есть такое преобразование, что, вот такое преобразование, что ТУ-2 на У крест на ТАУ-2, да? Это есть У. Есть такое преобразование. Вот для группы СУ-2. Есть такая матрица. Которая вот так позволяет один закон преобразования перейти к другому закону. Или один видский норм к другому виду. Вот три варианта. По вариантам. И наоборот. Это очевидно? Замечательно. 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 Ну, это очевидно, потому что матрица ТАУ-2, она характеризуется такими словами, что ТАУ-2 на ТАУ-2. Это есть минус тауита, сопряжённого. Минус тауита, сопряжённого. С минусом тауита. Правильно. А что такое? Правильно, с минусом? Конечно, с минусом. Или можно на другом языке изложить. Можно изложить на другом языке. В группе Су-2 есть два инварианта тенсора. В группе Су-2 есть два инварианта тенсора. Вообще-то говоря, в любой группе есть два инварианта тенсора. Один тенсор инварианта, один тенсор. Это ДНДАВ. Вот тенсор. Он инвариантен. Он инвариантен, ну потому что давайте сделаем преобразование. Значит, верхний индекс у нас преобразуется через... Вот таку по закону. Значит, это есть... После преобразования этот тенсор переходит у альфа-дешка. У альфа-стрих. У клец-вепта-вепта-стрих. Вот я написал. Это закон преобразования верхнего индекса. Это закон преобразования нижнего индекса. Ну, альфа-штрих, да? Написал теперь дельта альфа-штрих-пета-штрих. Я должен написать вот здесь альфа-штрих. И здесь альфа-штрих. Да? И что это такое? Это произведение матриц у крест на У. Да? Это у металла... У крест на У. А это у металла не одна, но это есть дельта альфа-бета. Это иноридный тензор. Иноридность у обеспечивается худедавностью матрицы У. А есть еще такое тензор, которое тоже неноридно. Это HEXUSELB. Это тоже иноридный тензор. Иноридность у обеспечивается у неводулярностью У. Почему? Почему? Ну-ка, давайте посмотрим, во что он переходит Тут, скажем, на песне его сверхъеменности, альфа-бета Он переходит в У-Альфа-Альфа-Стрих, У-Бета-Бета-Стрих, Эпсилум-Альфа-Стрих-Бета-Стрих Что это такое? Это епсилум-Альфа-Бета, как мы знаем, это детерминат У-У Слышали, нет? Ну, детерминат так записывается, вот таким образом записывается детерминат, это очевидно, в общем И вот есть два таких тенсора, которые, инвариантных тенсор, да? Важно то, что, ну, понятно, в группе есть, если альфа-бета проникают только две компоненты, то это тенсор Что это за тенсор? Ну, если с точки зрения дентерминат, то это тенсор, который есть, и у него есть компоненты такие, ну, Диагональные компоненты равны нулю, это антисиметричный тенсор Значит, антисиметричный тенсор Значит, у люди есть только епсилон 0,1, который в одно минус епсилон 1,0 О, почему 0,1-то? 1,2 Это здесь 2,1, который равен 1, а епсилон 1,1, а епсилон 2,2,1,0 Вот такой тенсор, да? Вот, и что с помощью этого тенсора? Я повторяю, он инвариантный тенсор, инвариантный тенсор Не меняется, я просто так Так вот, если мы теперь умножим на епсилон альфа-гэса, умножим на PHB, то что мы получим? Мы получим PHB. Мы подняли индексы Есть операции под подниманием и опуская индекса Ясно, что это умножить на епсилон альфа-гэса с лишними индексами, точно так же И с операцией поднимания и опускания индекса в грудке СУ2. И поэтому все тензоры высших равных или все неприводимые представления более высокие, мы сейчас говорим о фундаментальном представлении. Представления более высоких размерностей строятся с помощью произведений представлений низшей размерности. Т.е. мы можем построить тензор φαβ, или α1, я не знаю, αn. Вот такой тензор, который преобразуется по каждому из индексов с помощью этой матрицы У. Не можем написать тензоры с нижними индексами, но существование вот такого ε позволяет избежать рассмотрения тензоров с нижними индексами. Рассматриваем только тензоры с верхними индексами, потому что мы можем поднять, поднимать. Ну или, как это говорится, потому что сопряженное представление эквивалентно прямому представлению. И это вот благодаря тому, что есть вот такая матрица Тау-2. Матрица Тау-2, сами понимаете, это есть, это вот ε, правильно? Ну или И на Тау-2, это у нас есть ε, правильно? И на Тау-2, это есть ε. Так вот, нет необходимости рассматривать сопряженные представления, поскольку они эквиваленты прямому. И рассматривать только такие тензоры, которые будут преобразуется по каждому из компонентов с помощью матрицы У. Но, значит, вообще говоря, эти тензоры, они будут приводимым, они-то будут давать приводимое представление. Ну, что значит приводимое представление? То есть, можно выделить из этого тензора, это сколько компонентов? Ну, каждый имеет два, два стабилентных компонента. Так вот, из этих компонентов можно выбрать каким-то образом такие, которые сами через себя преобразуются, да? Это значит, что у нас есть приводимое представление. Вообще говоря, это представление значит приводимое. А как сделать его, выбрать из него неприводимое, это симметризовать по этим индексам, по этим индексам симметрично. Ну, и мы будем только такие рассматривать тензоры, которые симметричны по этим индексам, по всем этим индексам. Они, конечно, преобразуются чуть-чуть. Не каждый индекс преобразуется с помощью одной и той же матерцы, но ясно, что симметрии при этом преобразования не теряются. Знаешь, эти тензоры, симметричные тензоры сами через себя преобразуются, и их нельзя упростить. А почему нельзя упростить? Ну, потому что упрощение, как мы можем проводить упрощение? С мягкой, с каких-нибудь из вот этих инвариантов тензоров. Только так можем проводить упрощение. Ну, ясно, что если тензоры симметричные, то... Ну, сворачиваясь, я же не вижу, что у нас есть... Вот этот вот спино и спин-тензор, он имеет только верхний компонент, по сворачиванию можно только с эпсилоном. Вот с таким по строку, с таким эпсилоном. А он антисимметричный, поэтому, значит, сверт этот даст 0. Все. Этим, доказывается, неприводимость представления, образованного симметричными по всем индексам спин-тензорами. Ну, это такие спин-тенсоры. Только можно и рассматривать, значит... И каждое представление можно как бы характеризовать его числом тензоров, числом компонент в этом спин-тензоре, синетричном спин-тензоре. А как это число компонент связано? Обычно мы живем по-другому, привыкли характеризовать представления группы вращений. Да, как вы привыкли характеризовать? Как вы привыкли характеризовать представления? А? Не знаете? Ну, как цвета квантовые числа? Какие не квантовые числа? Так это есть тоже квантовые числа? Полномоментом? Ну, конечно, полномоментом. Конечно, полномоментом. Говорите, что вот у нас есть... Мы начинали с квантовой механики с орбитального момента, да? Видите, да? Ну, потом, конечно, вместо Эгидова стали смотреть СИТ, который есть СИТ пополам, правильно? Ну, коммунционные соотношения-то одни и те же, да? Мы говорили, что вот, значит, у нас есть оператор Э квадрат, который коммутирует со всеми Эгидами, да? Или С квадрат, который коммутирует со всеми... со всеми... со всеми... со всеми... со всеми генераторами. Есть оператор Казимира, который коммутирует со всеми генераторами. Называется... как называется? Оператор Казимира. Оператор Казимира. Ну, что ж вы... у вас же была теория в руках. Что ж вы молчите-то, а? Оператор Казимира. И здесь есть только... в руках СУ-2 есть только один оператор Казимира. Это оператор, который, говорите, С квадрата. Да? Или оператор, который, называете, что С-2. Оператор. Который есть... С... Оператор А. Или... Да? Лучше так напишу. Вот у нас генераторы, вот эти вот генераторы, генераторы... Это в фундаментальном представлении. Вообще говоря, в любом представлении эти операторы... Это матрица 2-лага в фундаментальном представлении, а представление в высших размерностях... Это высших размерностях. Это операторы, имеющие Н на Н, где размеры с представлением, да? Их в общем случае обзывают ТА. В общем случае, в общем случае, не для фундаментального, а без фундаментального представлении. Что называется ТА. 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 Да? И ТА это то, что было в квадратной механике, это оператор, говорит, момента. Ну полного момента, или орбитального, или спина. Главное, это... У них те же самые коммуникационные соотношения, что и у операторов фундаментальные представления. Фундаментальные соотношения независимо от представления. Независимо от представлений, как вы знаете. Так вот, С2 это операторы ТА на ТА. Ну, L квадрат оператор, да? или ТА в квадрате. L квадрат это для орбитального момента. S квадрат это для спина обычного. А здесь вот для статического спина вот такие принятые значения. Вот есть только один оператор Казимира. Только один оператор, который коммунирует со всеми генераторами группы. Вот он. И поэтому все представления можно характеризовать только числом. Который называется полным моментом. Назывался, да? Полным моментом. А как вот это рядом соотношение с полным моментом? Как понять? А? Ну правильно. Да. Полный момент, квадрат наполам. Ну, как это видно? По числу компонент это видно. Или можно увидеть, скажем, Как взять здесь максимальную проекцию? Как образовать состояние с максимальной проекцией? Ну, нужно взять все α равные одной второй, да? Все α равные единицы. Это будет у нас, значит, состояние, состоящее из одних квадратов. Да? Ясно, что из статической проекции статической спины будет у квадрата у квадрата, у квадрата, проекция из частей равна одной второй, а значит будет n пополам будет, да? Ну, это и есть t. Т равна n пополам, да? Собственное значение вот этого итератора, собственное значение этого итератора, это есть t за t плюс 1, да? Где t это целое или полуцелое число, а n, n равно t пополам. Вернее, t равно n пополам одна. t равно n пополам. t равно n пополам, да? Ну, ладно. Это мы прогруппуя су-2. В общем-то, все это вы более-менее знаете. Я это все рассказываю только для перехода в группе су-3. Правда, что я должен здесь еще сделать в группе су-2? И все. Будет про и за спин когда-то говорить. Надо, что нужно еще сказать. Нужно еще ввести понятие же-четность. Важное понятие же-четность. Ну, вы знаете, c-четность знаете, да? c-четность. Это важное понятие для того, чтобы как-то сразу судить о том, возможен процесс или невозможен. Ну, например, вот видели понятие c-четности, да? c-четность. Оказалось, что c-четность у фотона равна чему? Минус или минус. Значит, мы сразу можем сказать, что один фотон не может перейти в два круга. Не может не перейти в два круга, потому что c-четность сохраняется, да? Диаграмму мы можем нарисовать, да? Один в два для фотона, да? Диаграмму перехода один в два. Можем нарисовать? Ну, можем нарисовать и можем даже считать. Но это более глупым занятием. Почему? Потому что в сумме они должны сокращаться. Каждая диаграмма есть, а в сумме диаграмма, ну вот скажем, диаграмма перехода одного фотона, вот есть вот такая диаграмма, правильно? Да. Есть такая диаграмма с каким направлением стрелки, есть с другим направлением стрелки. И они даже собой сокращаются, поэтому считайте эти диаграммы глупо, правильно? То есть это очень полезное понятие. Понятие c-четность. А возле его общения на случай частиц не нейтральных, не обязательно нейтральных. Ну, ц-четность, понятие ц-четности, оно только для нейтральных частиц существует, правильно? Нам нужно, чтобы частица пришла при зарядном сопряжении сама в себя, то есть у него все заряды возлюблены равнодушными. А вот есть у него обобщение, полезное обобщение, которое можно использовать не только для нейтральных частиц, а и для зарядочных частиц. Правда, зарядочных частиц с нулевым барионным зарядом, с нулевым барионным зарядом. То есть для мизонов можно использовать, ввести понятие g-четности для мизонов, да? g-четности. И вот сохранение g-четности – это некое объединение симметрии и статической симметрии, и ц-ну лямкости. Вот. Какой ц-четность? Ц-четность. Как же определяется ц-четность? Афинатор g-четности. Он определяется следующим образом. Это есть g, это есть c, да? б quelques-четность 2id2. Это и есть, значит, зарядное сопряжение и повод в авкук второе северное с количеством пространства. Вот что такое Вот что такое оператор же черности. Тенжуан это вторая компонента полной из-за спины. Вторая компонента полной из-за спины. А для протона не надо. Но можно вместить для любых частиц. Но для протона бессмысленно его, потому что протон переведет вовсе. Когда это понятие полезно? Когда мы можем говорить о частице с определенной же черностью. То есть это оператор частицу саму в себя переведет. Правильно? А что если для протона? Ну что, зарядное сопряжение сразу переведет его в антипротон. А там поворачивай, не поворачивай. Из-за антипротон мы никуда не уйдем. Из-за античастиц не уйдем. То есть этот оператор полезен только для мизонов. Оператор полезен. Определенную же черность могут иметь только мизоны. Определенную же черность могут иметь только нейтральные частицы. Определенную же черность могут иметь только частицы с нулевым барионным зарядом. С нулевым барионным зарядом, да? Вот. И... Какая же... Цечетность... Вот какую же цечетность несут... Имеют эти частицы? Оказывается... Ну вот, что важно понять, что этот... Что этот оператор цечетности... Он коммутирует с... С операторами... С операторами проекций из-за спины. С операторами проекций из-за спины. И поэтому... Ежели один... Одна компонента мультиплета из-за спинового, да? Имеет определенную же черность, да? То есть все другие компоненты мультиплета имеют ту же самую же черность. Почему? Ну, потому что другие компоненты могут... Получены из этой... Из какой-то фиксированной компоненты... Каким образом? Ухороший степень. Поворот. Действие повышающего или понижающего оператора. Вы же помните как... Почему оператор называется повышающим и понижающим? Потому что это повышает или понижает проекцию. Правильно? Эти повышающие и понижающие операторы... Это из Т плюс минус, которые есть Т1, плюс, минус и Т2. Правильно? Вот. Ну, если Ж, этот оператор, коммутирует с любыми ТИТами... ТИТами... Ну, тогда... Значит... Он коммутирует и с Т плюс минус, и значит... Т плюс минус не меняют собственное значение Ж. Если одна из компонентов имела собственное значение Ж, то и все другие имеют то же самое собственное значение Ж. И это собственное значение... А как определить это собственное значение? Нужно взять нейтральную компонентную с нулевым зарядом. Ну, барионный заряд равен нулю, да? Естественно, барионный заряд равен нулю. А нужно взять с нулевым электрическим зарядом, да? Ну, с нулевым электрическим зарядом. Ну, скажем... Что у нас есть... Какие у нас... Какие простейшие состояния мизонов мы знаем? Ну? П плюс, пинус, пинус. Правильно! П плюс, это верхняя компонента мультиплета. И ноль, это значит... Состояние справиться из статического скида. Ноль, правильно? Ну, если у него... Поскольку заряд, правильно? П три плюс Б, да? Барионный заряд равен нулю, значит, заряд просто равен П три. Это нулевая компонента из-за спины. И пинус, отрицательная компонента из-за спины. Так вот, в этой... Это вот три состояния образуют триплет. И статический триплет и мизон. Берем вот эту компоненту триплет. Эту компонент триплет. У него есть определенная... Поскольку заряд правил нулю, у него есть определенная С-четность. Правильно? С-четность. Теперь, С-четность у него определенная. А какая же у него будет Ж-четность? Какая же у него Ж-четность? Будет у него определенная Ж-четность? Как это понять? А? Да как же нет? А как это... Как описать вот этот вот триплет? В знакомых вам терминах. С какими... Как описывается состояние... Ну это же состояние с... И со спином единицы, правильно? Со спином единицы. Как его... Как вы привыкли описывать состояние с орбитальным моментом единицы? Как они описываются? Ну надо сложить... А? С орбитальным моментом... Состояние с орбитальным моментом единицы... Как можно описывать? Их можно описывать... Эти состояния... Но можно по-разному... Можно... Можно описывать... Эти состояния... Это есть... Что... Состояние с... Можно, конечно, так говорить, что эти состояния можно описывать с помощью... С орбитальным моментом единицы. Вы привыкли... Один М описывать. Вот так вы привыкли... Так вы описываете состояние. А можно по-другому сказать... А что это за тройка? Вот это тройка... Чисел... Как ее можно... Ну конечно... Эта тройка чисел... Как вы помните... Она пишется таким образом... То есть... Я отпускаю коэффициентные... Пишу... Говорю... Что такое Y1,1? Это есть... Что такое... X плюс Y... Правильно? Плюс Y... Что такое... Y1,0? Это и Z... Правильно? А это есть... X минус Y... Правильно? А можно по-другому сказать... Вместо этих вот... Чисел... Вести... То есть... Эти состояния... Можно... Ну... В другом базисе... Переписать просто как вектор... Написать это просто как... Вектор... В... Я напишу... Вектор... Вектор V... Ита... Да? Это уже... Вектор... В... Вместо вот... Х плюс у... Ну вот... Возьму комбинацию вот эту... Х плюс у... Эту комбинацию... Полуступную и полуразность... Деленную на И... Получим просто вектор... Обычный вектор... Да? Обычный вектор... То есть... И это... Нулевая... Вот это вот... Состояние с... С... Н... Э... нейтральное состояние. Это третий компонент этого вектора. Правильно? Третий компонентный вектор соответствует нейтральному состоянию. 3-й компонентный вектор. Как 3-й компонентный вектор преобразуется при повороте. Это что такое? ПоворотноЛВЛПА, 2 ОС,âка? Как третьи компоненты вектора преобразуешь при этом? Меняет знак, правильно? Правильно, она меняет знак, да. А если у нас... она меняет знак, да. Значит, а если у нас... Но это у нас вектор, он отвечает за спину единица, и за спину единица, да? Значит, а если у нас будет за спину двойка, то что это будет? Это будет, когда уже будет не вектор, а тензор, правильно? Тензор. Выито и выжитое. Выито и выжитое, да? Без следа. Без следа, да. А след нам пока наплевать, нам важно разобраться, как меняется. Это вот нейтральный компонент. А что такое будет нейтральный компонент? Это Z-Z компонента будет, да? Как она будет меряться при вращении вокруг второй оси на угол Пи? Никак не будет меряться, правильно? Ну и так далее. То есть она будет меряться. Вообще, если у нас из-за спин Т, да, полный из-за спин Т, то вот эта вот компонента, соответствующая нулевому заряду, она будет приполагать, будет приобретать множитель минус единица в степени Т, да? Вот минус единица в степени Т. Значит, G-четность для мультиплета Безона определяется G, квантовое число, уже не оператор, а уже число, соответственно, собственное число. Оно одно и то же для всех, для всего мультиплета, и это есть минус единица. Это есть C-четность. C-четность нейтральной компоненты. C-четность. Мы как определяем нейтральную компонент? Мы говорим, берем нейтральную компоненту, смотрим для нее же четность и говорим. А для всех остальных она так же самая. Значит, это есть C-четность нейтральной компонентной, а ведь виден с единицей. Значит, G-четность для всех пенизонов. В пенизоне минус единоля, да? G-четность какая? Какая? А? C-четность единоль какая? А? Как пенизон распадается? За 2 грамма распадается пенизон. C-четность при него положительная, да? А G-четность отрицательная, значит, у пенизона. Но не только у пенизона, а у всех трех она отрицательная. Значит, мы можем сказать, что никак не может, скажем, два пенизона, независимо от нарядок, да? Никак не могут перейти в три бенизона правила. Потому что G-четность отрицательная. Потому что G-четность отрицательная. И это, видите, это уже сразу вот такое правило отбора в мышцах. Правда? Вы видели мы это правило отбора? Вот сейчас вопрос на засыпку. Где же вы это что-то пропустили-то? Где я вам что-то недорассказал? Я все время вам говорил, говорил, что вот, значит, G-четность одинакова. Если у одной компоненты мультиплеты, она имеется какая-то, G-четность из статического мультиплета, то и у всех других она такая же. Почему? Потому что этот оператор G-четность коммутируется с повышающим, понижающим, со всеми коммутируется. А я доказал это? Нет, не доказал я это. Так, ну что ж такое. Ну вот, так вы сами тогда это докажите. Но проще всего это доказать просто в фундаментальном представлении, написав весь, написав все четыре состояния U, D, U с чертой, G с чертой, и написав явное представление для оператора G-четности и оператора G-четности, оператора G-четности и оператора G-четности. Понятно? Все. Так. Это мы с вами, что это такое? Немножко поработали, значит ну еще, еще пару часиков поработаем после перерывчика. А потом бы я хотел еще вот что сказать. Хотел бы я еще на этой неделе провести еще бы пару занятий, потому что я уезжаю еще на пару недель. И чтобы так обеспечить вот так задел фрекционный. Алексей Викторович может уступить еще раз, наверное. А? Алексей Викторович еще раз может уступить. Я уезжаю в пятницу утром. Поэтому, значит, либо завтра, либо послезавтра. Можете вы? Значит, вот как пишутся вообще, Санташе, Y по балансу. Где, где для случая, когда мы рассматриваем только U и T партию, Y, должно было это. Вот так. Понятно? Вот так будет правильнее. Ну посчитайте, если еще, еще меня понимаете, я еще раз поправлю. Так. 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 Все работали. Как вы слов часто. …